приветствую вас мои друзья и сегодня я буду для вас готовить азербайджанский шуют плов этот плов я впервые попробовала очень много лет назад в баку когда мы гостили у родственников я могу сказать что у меня к этому плову любовь с первой ложки я когда попробовал этот плов я была просто поражена его вкусом и ароматом этот плов готовится с укропом я его сегодня буду готовить с курицей также можно сготовить с бараниной но я буду сегодня готовить курица его я единственное что хочу вам сказать что для этого плова нам нужен рис басмати именно рис басмати больше никакой другой рис также нам нужно сливочное масло и немножко топленого потому что этот плов готовится на сливочном растительное масло сюда не подойдет и конечно нам нужен укроп что касается укропа укроп нужно выбрать именно с такими вот толстыми стебельками чтобы вот там был такой сочный и ароматный сорт барашек укроп сюда не подойдет именно вот такой укроп дальше вот я заварила шафран нам нужен будет шафран раствор шафрана что касается шафрана у нас в ташкенте практически невозможно купить настоящий шафран ни разу я не покупала в ташкенте шафран вот это вот то что продают у нас в мешках это не шафран это лепестки гвоздики бархатца так что нам нужен вот настоящий шафран этот шафран мне привезла дочка из дубаев это настоящий шафран поэтому мы будем готовить на нем ну и конечно большой казан большой казан потому что рис мы будем варить в большом объеме воды ну начинаем готовить наш шуют плов не забывайте подписываться на мой телеграм-канал ссылка вот здесь вот обратите внимание какой укроп с толстыми стебельками вот видите какой вот он вот такой он нужен будет 4 пучка курица у нас вот такими большими кусками нарезанным я ее заранее посолила поперчила она у меня где-то час вот так лежит так вот рис басмати здесь у меня 800 граммов я буду готовить на 800 граммов и шафран вот я заварила шафран вот такой у нас красивый шафран и вот про что я говорила вот настоящий шафран и для сравнения а это то что продают у нас на базаре это не шафран вот шафран ну и сливочное масло нам понадобится где-то 150 200 граммов сейчас я кипячу воду нужно большой объем воды вот в таком казане я набираю много воды сейчас она закипит и я вам покажу что дальше делать вот у меня закипает вода в большом казане значит хочу вам сказать что воду мы солим очень круто вот на этот объем воды я положила три столовые ложки сейчас у меня закипит вода и я сюда заброшу рис рис мыть не надо вот прям вот такой сухой он такой аромат здесь у меня четыре больших пучка укропа укроп мы режем крупными такими вот кусочками не мелкими крупными кусочками я их порезала итак у меня закипела вода я открываю крышку и вот сейчас я запускаю рис хорошенько хорошенько перемешиваем чтобы рис не слипся чтобы рис не слипся и вот сейчас мы сюда же запускаем укроп хорошенько все перемешиваем хорошенько все перемешиваем рис мы будем варить до состояния аль денте мы его не доварим нужно сейчас следить это где-то будет минут может быть восемь десять мы будем варить рис вот так вот помешивая будем проверять рис и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я в холодной воде немножко промою рис, чтобы клейковина вся ушла. Вот видите? Чтобы была рисинка к рисинке у нас. Вот так вот. Промыли. Вот так вот. И пусть немножко вода стечет. Вот этот рис у нас готов дальше. Сейчас я помыла казан. Это тот казан, в котором я варила рис. И сейчас мы грамм 50 растапливаем сливочного масла в казане. Как только мы растопим масло, мы будем укладывать курицу на дно. Значит, курицу будем укладывать шкурками вниз. Аккуратненько. В один слой мы укладываем курицу на сливочное масло. Еще раз повторюсь. Вот так. Курицу в один слой. Вот, посмотрите. Вот, один слой. Сейчас я выкладываю на эту курицу половину нашего риса. Половину. Половину нашего риса. Дальше. Кусочками я раскладываю сливочное масло. Сливочное масло должно быть очень хорошим и ароматным. Вот так вот. Сливочное масло. И дальше оставшийся рис. Вот так вот. И теперь сверху я положу топленое масло, которое даст неповторимый аромат и вкус нашему плову. Вот так вот. Топленое масло. И сейчас мы закрываем плов. Сейчас мы крышку обязательно полотенцем закроем, чтобы конденсата не было. Вот так вот плотно закрываем мы. И вот так мы закрыли наш плов. Теперь на среднем огне 15 минут мы держим плов, чтобы курица у нас поджарилась. Через 15 минут мы делаем самый-самый маленький огонь. И минут 40 еще держим наш плов. Прошло 15 минут. Мы открываем плов и аккуратненько заливаем шафраном, раствором. Вот. Вот так вот заливаем шафраном. И снова закрываем плотно крышкой. Делаем самый маленький-маленький огонь. Маленький-маленький-маленький. И дальше пусть у нас парится он. Пока готовится наш плов, мы делаем заправку для плова. Потому что шьют плов, едят именно с котыком, с чесноком. Вот у меня здесь котык и чеснок. Мелко-мелко нарезанный чеснок и котык. Поэтому, когда каждый будет класть себе в тарелку плов, то сверху будет обязательно поливать вот таким вот котыком с чесноком. Будет очень вкусно. Вот наш плов уже почти готов. Осталось 15 минут до окончания. И сейчас мы открываем наш плов тихонечко. Тихонечко. И делаем три лунки. Вот такие три лунки. В эти лунки мы по одному вбиваем яйца. Немножко яйца посолим сверху. Снова закрываем. Осталось 15 минут. Через 15 минут наш плов будет готов. Ну вот и готов наш плов. Наш шьют плов. Надеюсь, он у нас получился очень вкусным. Открываем. Идемте. Вау! Для начала, посмотрите, мы выкладываем яйца на тарелку отдельно. Отдельно яйца. Вот так. И сейчас мы выкладывать будем плов. Сначала мы вот так хорошо перемешаем рис. И выкладываем курицу. Курицу будем класть поджаренной стороной. Вот так вот. По краю. Вот так. Видите? Курочку поджаренной стороной сверху. Вот так. Вот так. И сейчас сюда мы положим сверху яйца. Вот такая красота у нас получилась. Вот такой вот шьют плов у нас получился. Добро пожаловать! Приятного аппетита! Добро пожаловать! 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 Субтитры создавал DimaTorzok